Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, я сегодня выпила таблетку от аллергии, потому что у меня что-то было так нехорошо, что я подумала, ладно, не буду мучиться. Попробую выпью, не знаю, насколько она мне поможет. Ивочка! Ивочка, мама пошла. Поцелуешь мамочку? Ты мой хороший. Всё, мамочка пошла. Скоро приеду. Ой, молоденький. Так, всё, я села в машину, в общем, дома искала платочек и не смогла найти свой платочек, который мне бабушка дарила. Я не знаю, где он. В общем, я расстроилась, но я сказала бабушке, чтобы она взяла для меня платочек. В общем, у меня вчера была ужасная ночь. Точнее, сегодня, получается. В три часа ночи где-то я пыталась уснуть. Сначала я не могла уснуть из-за славы, потому что он смотрел сериал. Я ему говорю, выключай, я хочу спать. У меня ещё сильно болела шея, вот эта спина часть, я вам говорила. Я не могла вообще ужасно. Он меня не слушал. Он думал, что я шучу. Я не знаю, что он думал. Но, в общем, сначала я не могла уснуть из-за сериала. Я ему говорю, выключай, выключай, выключай. То есть, прям вот так вот. Он не выключал. Потом, когда наконец-таки он выключил, я лежу, пытаюсь уснуть. Что вы думаете? Вот реально, казалось бы, да? В любой другой день, чуть позже, чуть раньше. Нет, именно вчера, когда мне было плохо, когда я хотела уснуть, мне, ну, реально, вообще не очень себя чувствовала. Начал жужжать комар. Над моим ухом. Он начал жужжать. Я говорю, Славя, встань. Встань. Найди эту хрень от комаров. Воткни её. Не могу. Я ему говорю, где она. То есть, вы понимаете, у меня уже такая, для меня прям супер глубокая ночь. Мне прям плохо. Я уже сплю. Я уже просто вырубаюсь. И постоянно этот комар. Я прям вот так вот пугаюсь от него. Мешает мне. В общем, я говорю, Славя, иди в комнату. В большую. Там в шкафу, в самом правом шкафу, в полке, в ящике. Там, где фотоаппараты, говорю. Ходит, ищет, ищет, ищет. Я говорю, ну что, нашёл? Говорит, нет. Туда пошёл. На кухне посмотрел. Там посмотрел. Короче, я встаю. Я говорю, я когда встала, я говорю, если я сейчас найду там, где я тебе сказала, я тебя убью. Ну, конечно, это была шутка. Но я была вообще настолько просто злая. Потому что он меня вообще изначально выбесил. Потому что я ему говорю, выключи сериал, выключи. Я сплю, я хочу спать, мне плохо. Он не знает, что он думал. Он думал, наверное, что я прикалываюсь, я типа хи-хи-хи, да ладно, чё? Я не знаю. Но он меня реально разозлил вчера на ночь. Вот представляете? Только я ответила на вопрос, что да, у нас взаимопонимание. Он там в сторис отвечала. И вот просто ноль взаимопонимания. Ну ладно, на самом деле это всё, конечно, фигня. Мы из-за этого там не ругались ничего. Когда он уезжал сегодня, мы целовались, обнимались. Люблю-люблю, скучаю-скучаю, пиши-пиши. Вот. Ну просто вот вчера прям он меня вымесил, реально. Ну вот. Кстати, 15 градусов сегодня, прикиньте. В итоге я прихожу в комнату, открываю шкаф. И стоит всё там, где как раз вот я ему и сказала стоит. В общем, всё, я её нашла, воткнула и только после этого уснула. И только Мара сначала летал, Виву пугал. Прикол в том, что Вива у меня на башке спит. Да. Представляете? На подушку сверху моей головы залезает и спит там у меня. И суть в том, что когда она сильно как-то шелохнётся, двинется, я всё это, ну, чувствую. А если она храпеть начинает, то это всё мне в ухо, в голову, короче. Вот. И комар, видимо, её напугал, она как дёрнулась. Я думаю, да блин. Ну, в общем, у меня такая тяжёлая ночь была. Но зато сегодня я проснулась, когда я чувствовала такую вообще прям, типа, вау. Силы. В общем, я уже приехала к бабушке, так что давайте я с вами прощаюсь. Ненадолго, конечно. Вот, скажу бабушке, чтобы она выходила, и мы с ней пойдём. Так, вот мы уже пришли, ещё Гоша с нами тоже пришёл. Так что сейчас будем ждать, когда освободится место, и поставим на стол. Так, ребят, всё, я уже еду домой. Заходила ещё к бабушке в гости, бровки я щупала, выщипывала. Но я люблю говорить, типа, так, то, что приеду, тебе бровки пощупаю. Какой-то был прикол, что-то, типа, кто-то неправильно как-то произнёс. И это стало, в общем, прикольчиком моим. Щупать бровки, а не щипать. Вот, пощупала, короче. И сейчас я заеду домой, положу в холодильник. И чки. Вот, а потом поеду к папе в гости. Они там собираются какие-то шашлычки жарить. Или не знаю, что, может, рыбу. Ну, что-то там про мангал было написано. Думала, думаю, думаю, брать виву, не брать. А потом думаю, у меня там братья младшие. Вдруг они захотят помучить вивочку. Я думаю, может, и не брать тогда. Что в вивочке недавно прививка была, и лучше ей не нервничать. И стресса не испытывать. И не простужаться, тем более. Так что, наверное, придётся оставить. Хотя мне бы хотелось взять её с собой, пуговку, чтобы она не грустила, не была одинока. Горло у меня сегодня болит жутко. Вот реально. В общем, всё дело сделали. Погодка сегодня просто отличная. Вообще повезло с погодкой. Даже было так, знаете, жарковато. Я даже пальто расстёгивала. Вот. Ещё и Гоша тоже пошёл. Прям отлично вообще. Брат. Так что мы втроём сходили. Я, бабушка и брат. Мама на дачу уехала. Она там ходила, в церковь. Так, ребят, я уже через 14 минут буду у папы. Короче, сегодня погодка, ну просто улёт. Вообще я сейчас ехала, не знаю, 90 километров в час. Ну, по дороге, по которой можно, разумеется, так ехать. Там вообще, ну, получается, 90 можно. Да, можно даже, если чё, побольше ехать. Вот. Ну, я не люблю сильно гонять. И потому что я такая, типа, боюсь что-то. Ну, как бы это тоже вообще, я считаю. Нафиг вот эти вот все. Я за аккуратную езду. Вот. Ну и плюс ко всему, у меня ещё зимние колёса стоят. Ну, как бы тоже нафиг надо. Вот. Так что сейчас приеду в гости. Будем болтать. Хихикать. Вот. Я хочу, чтобы мы с Юлей поболтали. Короче, она мне делала разбор моей карты, но она мне по голосовым голосовухи записывала. И я думаю, что она не всё мне рассказала, чё могла. Вот. Поэтому мы сейчас с ней посидим, пообсуждаем тоже это. И для влога тоже вам покажу, что я говорила, что... Потому что я говорила тоже, что это многим может быть интересно, любопытно. Странно вообще, как-то здесь так всё стало. Почему я прямо не могу поехать? Всегда же можно было прямо ехать. Привет! Я ехаю конфеты! Так что вот, конфеты ест. Ну что, фоткаю ты? Ага, фоткаю. Шмяк, сфоткала. Покажите, покажите. Так, ребята, я уже приехала, мы уже покушали шашлычки. Это Юля, знакомьтесь, мне кажется, тебя показывала. Скажу, как я есть жена моего папы, но я её очень люблю. Сколько вы уже с папой лет? Много, да? Много, да. Уже двое детей, братишек моих младшеньких. Ну, в общем, рассказывай. Короче, я на самом деле даже не знала, что ты этим интересуешься, увлекаешься. Потому что я несколько лет назад, ну, вы знаете, начала там интересоваться дизайн человека, всё такое. Узнала, что я генератор, начала с этим разбираться. Вам тоже несколько лет об этом рассказывала. Ну, говорила, как это классно, клёво. Вот. И когда я начала это транслировать, Юля тоже мне начала на это отвечать. Писать то, что вот, а ты кто? Там генератор, нет генератор. Ну, и, короче, я поняла, что это тоже интересно. Вот. И ты отучилась, да? Да. Ну, короче, расскажи. Человек и смотришь, о, ничего себе, у тебя вот это. А человек такой, да, у меня вот это. Или, там, у меня вот то. О, ничего себе, какой ты. Да ты, там, манифест. О, ничего себе, ты генератор, ты, там, кайфушник. Или, там, ты рефлектор. Ты просто какая-то фея Винкс. И так далее. И очень много всего открывается. И есть такая тема с предназначением, есть со стратегией авторитетом, да, то, что позволяет проживать себя, не тётю Клаву, да, потому что все мы знаем, что есть какие-то программы, да, или что-то такое, да, вот это всё. Типа мама постоянно... Это как, знаете, вот мы с Юлей тоже это долго обсуждали, нас всех всегда воспитывают как манифестеров. Типа думай своей головой, думай, типа, мозгами. Сначала мозги включи, подумай. И, ну, например, там, генератором так делать не надо. Это не значит, что вообще надо выключать мозг, но просто нужно именно вот, чтобы ты сам почувствовал вот этот внутри какой-то импульс, желание, чтобы у тебя было желание. Ну, в общем, у меня тоже было много видео на эту тему рассуждений, но я, конечно, это сильно не изучала так. Я больше про себя смотрела, своих близких тоже смотрела. И это даже не то, что ты в них что-то новое открываешь. И я испытала, знаешь, то, что я такая... А-а-а, понятно. То есть это было больше такое, что вот даже отношения с близкими, родными, с друзьями можно как-то наладить, улучшить, потому что ты их больше понимаешь и понимаешь, что он поступает так не потому, что он там, не знаю, какой-то злой, плохой, что тебя плохой... Или тебя не любит. А потому что просто вот, ну, он такой, это его... Природа. Его природа, да. Ее просто нужно там понять и как-то, не знаю, приспособиться, найти какие-то другие, скажем, варианты решения каких-то... Реакция, например, определенная у человека с тобой не связана или же не связана с тобой плохое настроение, да, которое там может характеризоваться эмоциональными волнами, да. Вот эмоциональная волна у человека, он хочет пойти поплакать, вот сейчас не доставай его. И вообще, в принципе, особенности типов, да, они могут по-разному проявляться, не всегда это приятные реакции. И ты начинаешь понимать, ага, вот сейчас нужно сделать вот то-то, да, вот сейчас нужно там, например, человека вот так обнять, да, успокоить его или наоборот не трогать. И это нормально. То есть реакция негативная, например, она с тобой не связана, не воспринимается на свой счет. И, в общем-то, очень много снимается вопросов. Да, не, я на самом деле, вот просто я рассказывала тоже вам, когда я начала все это изучать, понимать, кто я, что я вообще, в чем мое там предназначение. У меня очень сильно изменилось отношение к жизни. Я перестала себя там корить за то, что я не пошла на какое-то мероприятие, потому что, не знаю, вот типа так надо, туда надо пойти. Но я понимаю внутри, что я и не хочу, и не могу, и нет сил. И я вот просто я чувствую внутри, что я туда приду, ничего не получу от этой, ну, никакой выгоды, да, от того, что я вышла. То есть никаких новых знакомств, ни там каких-то публикаций где-то, то есть вообще ноль. Никакого общения там, ни встречи у каких-то людей не познакомились. То есть я прям внутри чувствую, что это будет, ну, бесполезная какая-то поездка, выход. И у меня не один раз такое было, что мне говорят, туда надо пойти. Я туда прихожу, хотя я не хочу, и все именно так и происходит. Бесполезно просто. Потому что у тебя интуиция. Да, а иногда говорят то, что там, типа, ну, туда не обязательно идти, но если есть желание, можешь прийти. А я чувствую, что я прям вот хочу, я прям заряжена, я прям думаю, блин, приду с кем-то, пообщаюсь. Я туда прихожу, начинаю с кем-то знакомиться, дружу, мы договариваемся там погулять, пофоткаться, еще что-то. Вот у меня так на самом деле не один раз было. Ну, может быть, я вам это так открыто явно не говорю, потому что я не всегда рассказываю, с кем я познакомилась, или там, может быть, на каком-то мероприятии встретила каких-то там менеджеров, брендов, и мы начали сотрудничество. То есть, понятно, я не буду все рассказывать, но у меня такое не один раз было. Поэтому дизайн человека и вот эти разборы, познание себя, это очень мощная штука. И я прям, ну, по-другому начала жить, когда все это раскрыла. И еще Юля тоже делала мне более глубокий такой разбор, потому что я, конечно, как, ну, даже не любитель, а так просто зашла на сайт, там что-то посмотрела. Я что-то посмотрела, что-то поняла, там, сделала какие-то выводы, но вот прям сильно глубоко я, понятно, не могу разобраться без опыта. Вот, а Юля может. Поэтому она мне рассказывала. Что-то помнишь, что там было про меня? А я могу взять. Ну, как любой генератор, Юля, конечно, пришла сюда за кайфом, да, за реализацией вот этой самой энергии. Вот о чем она сейчас говорила? Она говорила сейчас, есть отклик, нет отклика. То есть, надо пойти куда-то, а она не хочет, у нее ножки туда не идут. Почему? Потому что тело не ведет ее туда, почему нет отклика. Вот, а отклик есть даже какое-то несущественное, да, казалось бы, несущественное мероприятие, а ей хочется, и ее тело знает лучше, да. То есть, головой она понимает, что как бы, ну, вроде как, ну, можно идти, можно не идти, а тело хочет, и она это тело слушает. И очень важно вот этот момент, да, соблюдать. Тело хочет, окей, делай, но здесь важно понимать, что отклик не ищет ресурса, времени какого-то, да, чего-то там, какой-то логики, да. Да, ум ищет логику, берет ее из прошлого опыта, да, и хочет еще раз этот прошлый опыт наложить, вот, и вот будь любезен, проживая вот так. А тела нет. Да, и очень много тем всяких, то, что есть импульсы у нашего организма, тело. Это как, знаешь, есть всякие приколы, где бабушка в аптеку приходит, достает маятник, и он считается, если вот так вот, то нет, если вот так вот, то да. И она так лекарства убирает. И это со стороны, да, выглядит смешно, там, в это можно не верить, но это правда, есть такая тема, что твой организм, твои импульсы дают тебе ответ. И, ну, это, конечно, другая тема, но просто нужно прислушиваться к своему телу, к организму. Причем очень важный момент, вот я сейчас, я упомянула про прошлый опыт, да, у Юли вот этого прошлого опыта чуть больше, чем дофига. Ну, то есть у нее не молодая душа. Знаешь, я всегда была уверена, что у меня молодая душа. Мне-то кто-то сказал как-то, и я такая, да. Хотя я всегда чувствую то, что у меня вообще не может быть молодой души. Я всегда слушаю старую музыку, я не... Вот все новое для меня чуждо, все тренды до меня доходят позднее всех. Ну, знаешь, вот такая тема, то есть у меня это реально так. Мне вот, я не люблю кривляться, вот, знаешь, там, на камеру что-то, мне это очень тяжело дается, иногда я это делаю, потому что, ну, как бы надо иногда. Ну, я поэтому всегда была уверена, что я старая душа, но, в общем, это со мной, чё-чё-чё. Ну, у тебя теоретически вот этот момент есть, что так, как было тогда, вот сейчас я подумаю. То есть копание в прошлом у тебя есть, и даже флешбеки будут, даже сны тебе из прошлого будут сниться по карте. Ты будешь возвращаться в детство, в какие-то прошлые жизни. И я, конечно, не сторонник, да, вот таких всяких, прям, вот эзотерических моментов, да, я всё-таки хожу по земле, и мне нравится, что это прикладной инструмент, да, то есть ты можешь его в жизни применить, да. Какие-то другие инструменты я уважаю все, да, но с практической точки зрения, да, как я это применю в своей жизни, да, мне это оно зачем. Ну, хорошо, я узнала, что моей душе 800 лет. Ок, и что, вот, а здесь стратегия авторитет, они позволяют, да, как-то применить это в жизни и поэкспериментировать, потому что это всегда эксперимент, ты здесь только сам проверяешь всё на своём пути, на своей шкуре, да. И ты вот в эти прошлые опыты, ну, как бы возвращаешься, но ты можешь их не применять, если слышишь отклик. То есть если отклик у тебя пошёл, да, а мозг тебе так-так-так-так, стоп-стоп-стоп-стоп, вот, ты можешь мозг свой заткнуть, да, и это правильно будет. Вот, и ты потом, когда что-то делаешь по отклику, ты уже убедишься, да, что мозг был неправ, а вот отклик, да, он был прав. И у меня теперь, благодаря тому, что я пошла за откликом, есть то-то, 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 то-то. Я всегда привожу своим генераторам пример с магазином и с гитарой, да. Да, ты идёшь вечером мимо магазина музыкальных инструментов. Ну, идёшь-бредёшь, ты генератор. И ты увидел на витрине гитару, и у тебя щёлкнуло внутри, полетели бабочки, поднялись мурашки, поднялись вот эти волоски, да, и всё. И у тебя вот это всё заиграло, и ты вспоминаешь, что ты хотел, хотела давно научиться играть на гитаре. И всё, вот с этими мыслями ты проходишь мимо магазина, потому что он закрыт, да, ты не можешь в него войти, но решаешь вернуться туда завтра. Дома ты приходишь, делишься с мамой, с братом, с парнем, с подругой, с кем угодно, вот этими своими мыслями, да, там, с мужем, возможно. И что тебе говорят? Ну, какая тебе гитара? Да, ты чё? Ты чё, малолетка? Ты чё, вообще? Ты что, и покупаешь, не будешь заниматься? Да, да, ты знаешь, что это вообще не из дешёвых удовольствий? Вообще-то у нас ипотека, Катя, ну вот, ну, как бы, вообще-то у тебя волос как из жопы, да? А вот там нужно, там, целые аккорды знать, ты вообще нот не знаешь. Ты уроки музыки прогуливала, а ты хочешь, и что ты решаешь? Ты решаешь, что они правы, да? Ну, зачем мне это? Ну, да, это логично, да, зачем мне это? Я петь не умею, да, это зачем мне это со мной начинать? Буду время на это тратить, а отклик уже пришёл, всё, энергия на это уже пришла, и всё, и ты из каких-то рациональных соображений этот отклик, ну, пропускаешь, отпускаешь, скажем так, да? Энергию тебя, Сакра, вот этот забирает. Всё, до свидосики, у тебя опять серые будни настали. А что было бы, вот отмотаем назад, да, если бы ты вернулся вот в этот момент? Или... А родился бы Миша! Рекламная пауза. О чём я? Ну, короче, гитара, откик прошёл, всё. Да, и всё, серые будни настали. Но что могла дать гитара, кроме вот самого вот этого перебирания струн и кайфа от процесса для генератора, да, потому что генератору всегда важен процесс. Генератор — это про процесс, кайф, удовольствие, удовлетворение от процесса. Вот удовлетворение — это просто. Я ещё вам тоже говорила, почему я люблю убираться. Не потому что мне по кайфу ходить, вот эта вот грязь, намывать себе руки, там, каким-то средством смотреть, потому что это такое сиюминутное удовлетворение. Когда я вижу, что грязно, я это убрала, я получила удовлетворение. То есть, ну, для генераторов всегда очень важно получать удовлетворение. Поэтому, когда я вот что-то, не знаю, запланировала, вот ещё проблемы, я стараюсь сильно не планировать. Потому что если что-то, мои планы сбиваются, идёт всё не так, я разочаровываюсь, удовлетворения нет, разумеется. Ну, и как бы мой такой внутренний генератор, внутренний я угасает, расстраивается, фрустрирует. Да. Да. Мы не знаем, да, что будет, если этот теоретический человек, да, пойдёт учиться играть на гитаре. Мы не знаем, что ему это даст. Может быть, ему уготована там встреча с какими-то людьми. Может быть, какие-то ему новые инсайты откроются. Мы не знаем, что будет, да, для чего ему это. Но отклик тела пришёл, и уже ты решаешь, идёшь ты за ним или нет. Как ты решаешь? Через свой внутренний авторитет. И у генераторов он может быть эмоциональным, сакральным. И, собственно, на этом закончим, да. Кстати, знаешь, у Юли эмоциональный авторитет. Она эмоционал. То есть, если она будет принимать решение на эмоциях, да, будь то какой-то невероятный позитив, или будь то негативные эмоции, да, что-то там рубануть с плеча, это будет неверно для неё. Она 100% потом ретроспективно уже будет думать, что да, я была не права. Расскажи про фокапы. Типа, что делать не надо? У тебя профиль 4-6. И шестёрка до 30 лет проживает себя как тройка. А с тройкой случается всё говно в этой жизни. Просто вот ты пошла на пляж, и на тебя на одну насрала чайка. Да, у меня, кстати, было такое, что я пошла фотографировать девочек. Я тогда, ну, фотографией занималась. Мне было лет, не знаю, 15, наверное. Я приехала в Коломенский парк, как сейчас помню, с фотоаппаратом, у меня заказали фотосессию две девочки-подружки. Я иду по парку к ним навстречу, и мне вот сюда прилетает какашка птичья. Вот реально, я помню, что у меня с собой был только липтон, и я пыталась как-то липтон вот так вот наказать. Я не помню, что я пыталась, но, в общем, ну да, реально, такое бывает. Ты всё спланировала, например, и какой-то случился один мелкий момент, да, и всё, потянула с собой принцип домино. То есть всё идёт по звезде, вот так. И эти моменты будут до 30, потом идёт период на крыше, да, и далее ролевая модель, ты являешь себя уже после 50, как некий... Наблюдатель? Не наблюдатель, ты наблюдаешь, уходя в созерцание с 30 до 50, ну, например, на опять же. Вот я что-то смотрела, тоже какой-то курс про свой профиль, лекцию слушала, и там, ну, мне, конечно, тяжело было разобраться, я просто помню, что я, типа, такой прям наблюдатель, ты хочешь про любовь понять, что у тебя? Ну, у тебя заботушка, заботушка невероятная, и причём она у тебя может переходить границы, границы всех себе посадить на плечи, чтобы они ножки свесили, всем жопки подтереть. То есть, вот кому надо, кому не надо, просто такой человек может уходить в спасательстве, и очень важно его так зашкирять, не клавить, и говорить, так, подожди, эти бедолаги наверняка сами в свою жизненную жопу, влезли, вот, а ты спасаешь только тех. Я все ваши проблемы решу, сейчас мы все вам поможем. Я ещё недавно, я записывала для влога, но в итоге это вырезала, потому что там очень был долгий у меня монолог, я подумала, потом как-нибудь расскажу, вот, по поводу отношений, ну, и с парнем, когда мы просто встречались, и с мужем. Но сейчас я это уже, мне кажется, проработала, но, в общем, у меня моя такая забота, она была, вот, выходила именно за грань нормального. Ну, знаешь, как вот жена заботится о муже, это одно, там, мать заботится о своём ребёнке, это уже другое. И вот моя, скажем так, такая забота к мужу выглядела в какой-то степени как забота к ребёнку, типа, шапку не забудь надеть, там, ой, а ты покушал, а у тебя всё... И я понимаю, что, ну, это очень тоже нехороший момент для отношений, потому что муж начинает к своей жене относиться как к маме. Это немножко, мне кажется, может приглушать какую-то страсть даже в отношениях, когда, ну, мужчина чувствует, что ты ему не жена как будто бы, а как мама постоянно. Ой, давай тебе там то-сё, пято-десятое, а как-то вот это, а ты не устал, а ты не хочешь там полежать. То есть у всего должна быть какая-то грань. И вот мне очень сложно всегда с этим бороться, потому что я иногда не понимаю, а сейчас я как бы позаботилась как жена, или как вот, типа, в духе как мама начинаю заботиться, и вот эти вот переживания, гиперопека какая-то непонятная. Ну, вот этот 19.49 канал, да, заботушки, он именно про мамкину заботу, да, про вот такие отношения, но у тебя это перекликается с твоими воротами контроля в открытом эгоцентре. То есть это такой контроль просто вот на грани контрол-фрика. Так, у меня надо всё контролировать? Да, 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 ты очень хочешь всё контролировать, и вот этот момент, так, я сейчас тебя как мамка обниму, и ещё я проконтролирую. Так, чистая ли у тебя попка? Всё, почистили ли ты зубки? И так далее. Вот этот момент, конечно, тебе нужно бдить, потому что ворота контроля тебе, для тебя, чтобы ты свою жизнь брала под контроль, а не бдила за другими, потому что это очень ресурсозатратно. Да, я с этим тоже борюсь. Контролируя других, вот эту мамкину заботу проявляя бесконечно, бескорыстно, а что ты делаешь? Ты с себя фокус убираешь, а фокус должен быть на тебе, ты генератор, ты пришла в этот мир, чтобы его познавать через свои ощущения. Твой вопрос, кто я? Кто я? Не кто там Вася, которому я сейчас пиджачок на плечики накинула, да, даже если это очень близкий человек. Ты пришла для себя, да, как генератор, ты всю жизнь будешь этим вопросом задавать, кто я? Кто я? Плюс открытый джи, который вообще может заниматься чем угодно в этой жизни, поменять 100-500 видов занятий, да, тот человек, которому не надо определяться. Вот обрати на себя внимание, а про заботу, чтобы не уходить вот в эту гиперопеку, попробуй заботиться по отклику. Есть у тебя отклик по заботе? Не потому что надо. Я стараюсь, я работаю над этим на самом деле, и по поводу вот этой заботы, и по поводу, вот что там второе было? Контроль. Контроль, да. Я раньше, мне кажется, вот когда я начала себя узнавать, стараться, да, узнавать больше, потому что я думаю, что всё равно, сколько мы живём, мы всегда себя узнаём, открываем что-то новое в себе, понимаем себя лучше. Но вот когда я открыла для себя дизайн человека, то, что я генератор, начала всем этим интересоваться, я начала перестраиваться, потому что я поняла, что есть такие вещи, которые мне надо реально контролировать в себе, и именно, ну, в привычку в какую-то зайти, то, что вот там, тут я не контролирую, пусть сами разбираются, хотя раньше я бы там, ой, сейчас дайте я посмотрю, это ещё, знаешь, такое вот, я всегда почему-то, когда на такие темы рассуждаю, я провожу какие-то параллели, вот, особенно в отношениях, мне нравятся, как вот психологические какие-то моменты, потому что ведь всё это влияет также на нашу жизнь, психологию, там, с родителями, там, с мужем, с детьми, неважно, с женой, и я постоянно понимаю то, что всё очень сильно связано, и вот эти мои гиперопеки, контроли, они только хуже мне делают, потому что у меня с контролем прям очень плохо. Это вот, знаете, как, там, сделай это, и видишь то, что делает не так, как, например, ты привык делать, всегда хорошо, и начинаешь такой, ой, всё, не надо это делать, я сама сделаю, это тоже плохо, потому что вот очень часто женщины от этого страдают, потому что всегда всё делают сами, а их мужья даже не лезут им помогать, потому что знают, что начнётся, ой, не надо, не лезь, я сделаю лучше, или ты сделал не так, в общем, это тоже, ну, как бы, такие моменты, которые надо прорабатывать, но чтобы их вообще открыть в себе, нужно для начала начать узнавать себя, как-то так сказать, потому что я раньше на это не обращала внимания, я думала то, что я просто живу и делаю, как вот делаю, а потом, когда я поняла, что у меня что-то здесь не получается, потому что у меня оказывается вот это, и поэтому у меня вот тут всё плохо, или поэтому здесь у меня хорошо, когда я делаю вот так, ну, то есть, да, у тебя сейчас про критику, вот ты сейчас, вот такая грань у тебя была, да, контроль, и потом так плавно перетекла в критику, почему критика, потому что Юля реально божественная критика, это прям вот дар у неё, это дар, причем она может информацию очень круто систематизировать собрать какие-то собрать информацию как пазлик она может но это все по фактам и по фактам тоже можешь и прям подтянуть можешь за это что-то какой-то момент с критикой связанный вот и вот этот если ты вот эту штуку реализуешь в работе это прямо будет супер но чё тут вообще может пойти не так да вот почему мы не можем сказать да где мне работать до человек приходит да ты видишь нам его способности таланты да если это генератор на ключевой момент ключевой момент именно про генератора ты видишь в карте да у тебя есть вот это вот это вот это у тебя также есть открытые центры которые вот это вот это вот это у тебя есть травма и реакция у У тебя есть вот это, вот это, вот это, окей, хорошо, где мне работать, спрашивает меня генератор. Окей, у тебя вот есть прекрасный канал Критика от Бога, вот как у Юли, да, но она не сможет его реализовать из ума. Что это значит? То есть она не может сейчас пойти на работу, где нужно, например, критикой вот этой заниматься, да, каким-нибудь ресторанным критиком или какие-то исследовать системы, да, даже если это в ее блогерском каком-то, да, находится пространстве. То есть какую-то такую деятельность, связанную с поиском неработающих шестеренок, заржавевших, да, и поменять их, она это может, у нее классно это будет, но она придет туда по отклику, вот. То есть она идет через стратегию авторитет, вот этими шажками, шажками, чтобы на финише прийти, возможно, именно к этому. Вот что невозможно из ума вот так взять и реализовать, вот так, хоп, так не работает у генераторов, потому что ты получишь фрустрацию в любом случае. Типа ложный ответ какой-то, да? Да, да, это ложная генератора, и фрустрация у нас от легкого разочарования и до отчаяния. То есть почему в депресс уходят люди? Потому что бесконечный вот этот момент с фрустрацией длительно не кайфуешь, поэтому генераторы, балансируйте вот этот момент. Когда долбишься в закрытую дверь, она все никак не открывается. А ты, потому что инициируешь. Да, да. А то, что ты сам начинаешь в нее долбиться, не надо в нее долбиться. Вот еще что у генераторов, мы просто почему сейчас говорим про генератора, потому что мы обе генераторы, да? Нет. А, ты проектор. Да. А, ну ладно. Ну, я генератор, поэтому мы говорим про генераторов, короче, чтобы вам нагляднее было. О, собачка пришла в гости. О, ничего себе, откуда он здесь? Зашел послушать про генератора. Я тоже про генератора. Нагенерировал прийти послушать. Что ещё клёвого про генераторов я для себя открыла, что... Это Миша. Когда у меня бывают какие-то мысли в голове, вот случайные, спонтанные какие-то желания, мечты, они могут реализовываться. У меня было неоднократно такое, что я просто случайно подумала, типа, блин, что-то я давно в клипах не снималась, не приглашали. И буквально на следующий там день, через день меня приглашают. Потому что у тебя открытый эго, и он вообще в принципе про желание, да. Он про что? Он про материальное, про деньги. И тебе с твоим открытым эго, они должны легче приходить. И вообще в принципе, если генератор не инициирует, а идёт за откликом, за откликом своего тела, разумеется, не из ума, то к нему вообще легко всё приходит. То есть у тебя должна быть двойная вот эта вот штука, да. То есть и за счёт открытого эго у тебя твои желания должны классно сбываться. Вот, девчонки, смотрите, если у вас открытый эго-центр, проверьте у себя в карте. У вас будут работать карты желаний. Вот это вот всё. А у меня будет работать? Да. У тебя тоже будет работать? Девки, всё, приезжаю домой, начинаю смотреть в интернете, как оформлять карту желаний. Несколько раз, вот блин, прикинь, раза три, наверное, думала, блин, может сделать, прикольнуться, посмотреть. То есть у меня был такой отклик, думаю, даже Слава как-то заказал с какого-то сайта, там, вот эту вот карту, типа, на которую можно клеить картинки. Заказал мне вот в руках, понимаешь, ждал. Вот, я заказал тебе одну и мне одну. Я её куда-то на шкаф. А не факт, что с Славой будет работать. Вот у тебя будет, да. Потому что если открытый эго-центр принимает свою распиздяйскую природу, то тогда, да, тогда всё вот этим вот распиздяйчиком, всё вот им вселенная такая раз и даёт, раз и даёт. Но ключевой момент, что на своих желаниях не нужно зацикливаться, не нужно зачёркивать в календаре вот эти вот числа, да, когда... Моя вообще тема. Когда вот это вот всё сбудется. Написал желания девочке, пишем, пишем желания свои. И всё, убрал куда-нибудь подальше, там, через год достанешь. Вот у вас это будет работать. Вот у Юли будет работать. Ну, это чисто я, которая постоянно... Ой, интересно, когда я замуж выйду, интересно. Это открытый джим. Интересно, когда я замуж выйду. А потом, когда я на это завел, думаю, ещё пофиг, уже не... Может, и не выйду я замуж, не позовёт он меня замуж. Как только я забила, пару месяцев подождал, он сам меня позвал. Вопросами, кто меня полюбит? Что же, какое же направление мне выбрать в жизни? Чё ж я не могу определиться? Чё ж я как говно в проруби? А задачивается открытый джим-центр. Это ромбик в карте, если он у вас белый. Это про вас. И ключевой момент, что вам не нужно зафиксироваться где-то, на ком-то, на чём-то. Вы немножко шальная императрица, вот как Юля. Да, я шальная? Да, ты абсолютно шальная императрица, но есть моменты, скажем так. Ну, говори, плохой тоже. Нет, у тебя всё хорошо, у тебя классная карта. Чё, вот этот критик, главное вот эту критику не направить на себя. Но опять же, открытый джим-центр про что он, про ложное я, да, эти вопросы, которым мы уделяем своё внимание, да, что они делают? Они забирают нашу энергию. Куда внимание, туда энергия. Вот этот момент работает вообще всегда. И что с ложным у Юли, сейчас мы посмотрим. Вот как раз-таки в обретении вот этого направления, да, в желании зафиксироваться и определиться в жизни, именно в жизни, что ты можешь делать? Ты можешь бесконечно доказывать свою ценность. Посмотрите, вот я тут первая, я тут молодец, я тут классная. И очень много разговаривать, прям вот вообще, вот чтобы быть заметнее, чтобы доказать свою ценность и вот это направление обрести. Все остальные центры у тебя закрыты. Так и что в итоге-то? Чё в итоге? Как понять-то? Ну, обращай внимание на то, что ты делаешь. Вот смотри. То есть, типа я, то, что мне не надо постоянно... Не надо определяться. Не надо говорить то, что вот я какая молодец, обратите внимание, вот это не надо или что? Ну да, отслеживаю вот этот момент. Ну как тебе не надо? Ты можешь делать всё, что ты хочешь, ты решаешь, твой генераторский отклик решает. Но наблюдая за собой, ты будешь вот эти моменты видеть. Открытое горло у тебя очень любит разговаривать. Ой, да, у меня очень открытое горло. Вот, оно бесконечно разговаривает, вот, но оно не для этого. И порой тебе свои мысли, вот у тебя в твоей закрытой аджине и в закрытом теменном в голове просто такой поток мыслей. Если бы вы знали, что там, там просто вот Боря Корчевника вот ходит, как в этих мемах и постоянно там. Вот, и вот это всё. И она выразить это может, но ей очень тяжело. Вот прям очень. Вот это всё богатство как-то, как в этом, открывают дверь люди в чёрном, так открывают, а там в каком-то шкафу вот такой вот мир, короче, какой-то невероятный. Вот это в твоей голове. Это стопудово. Это я на самом деле, кстати, знаю и чувствую, что у меня в голове там просто кошмар. Я поэтому иногда говорю то, что мой мозг вообще не отдыхает. То есть вот этот поток мыслей, вот просто, ну вот понимаешь, я засыпаю с какими-то мыслями. Мне снятся какие-то мысли, мне снятся какие-то картинки, какие-то фантастические ужасы. Иногда и не ужасы, иногда что-то хорошее. Я просыпаюсь, у меня мысли, так, что у меня вообще, какой день, какой план, что куда. То есть я так проживаю всю свою жизнь, постоянно в бесконечных мыслях. Потом я беру камеру, начинаю болтать, выключаю, потом я иду там, болтаю. То есть у меня это жесть. Я, наверное, поэтому ещё видео тоже начала снимать, потому что у меня вот этот поток поболтать, рассказать, вот что-то там вот давайте туда. Но иногда от этого устаёшь, конечно. Я иногда думаю, две слезы летят. От мысли очень встаёшь. А как их выключить, не знаю. Ты можешь их заглушить, занимаясь своей ручкой. Ты можешь порисовать нейрографику, уборка, почему она тебя привлекает. Да, да, да. Она заглушает эти мысли. Для меня это именно вот такое какое-то успокоение, не знаю, по разным параметрам, потому что это и удовлетворение сиюминутное, можно сказать. Потому что я убралась, я вижу, что результат, он мне нравится, я могу лечь вот так вот отдохнуть. Там удовлетворилась. Я молодец, могу себя, не знаю, погладить по головке и полежать. Я молодец. Ну и плюс ко всему, когда я убираюсь, я вот, ну, отвлекаюсь то, что у меня какой-то, знаешь... Ручки заняты, и голова, ну, немножко приглушаются эти мысли. Ну, да. Но они всегда будут с тобой. Ты никогда их не приглушишь, у тебя всегда голова будет вот таким образом, там, бульончик, как в кастрюльке, вот так кипеть, и, короче, так... Да, да, да. Всегда будет так. Но это не просто так, да, надо понимать, что это не просто ей, там, дано вот это все. Она, там, у нее какой-то свой мыслительный процесс. Она вдохновение черпает из недр себя. То есть ей не нужно, там, смотреть что-то на кого-то, да, кем-то вдохновляться. Ей это не нужно. Она из себя это достает. Вот это, кстати, тоже ты классно сказала. Это круто, потому что вот я всегда тоже, мы это с мамой тоже обсуждали, как-то я, я там какие-то вопросы задавала по поводу, там, кумиры, не кумиры. И мне мама говорила то, что у нее никогда не было кумиров, когда-то вот эти все, там, Ласкуй Майя, или что, когда все фанатели. Я понимала всю жизнь тоже, что у меня нет кумиров, реально. То есть я ни по кому не фанатею. У меня очень часто там спрашивают твоя любимая группа, твой любимый актер, любимый, там, не знаю, певица, еще что-то. Но у меня нет такого, реально. То есть, ну, я могу что-то посмотреть, да, красиво, да, прикольно. Но вот так вот, чтобы я прям молилась там на кого-то, знаешь, в духе, вау, хочу как он, все буду делать как он, вот именно один человек. Это странно, это очень странно, вот этот момент, когда, я тоже не понимаю таких людей, но это имеет право быть, да, людям нужно, психологически им важно, кому-то поклоняться. Ну, это нормально, когда тебе просто нравится какой-то актер, актриса, тебе нравится, как они играют, нравится смотреть фильмы какие-то определенные. Но без фанатизма какого-то. То есть просто, да, прикольно, да, здорово. Вот. А как твои поиски идеала, расскажи. Вот как шестая линия, как профиль 4-6. Ты вот этот идеал находишь или не находишь? Может быть, ты уже поняла, как я девочкам говорю обычно своим шестым линиям, что уникальность, это и есть совершенство. Как у тебя с этим? Не знаю, с перфекционизмом как. Типа перфекционизм. А, кстати, я перфекционист, а мне такого? Да. Чё, да? Да, ты перфекционист. Ага. Да. У тебя должно быть всё идеально. Чё-то мир какой-то неидеальный, ну почему-то они вот так, почему так неидеально. Я, знаешь, хотя вот я почти в каждом своём видео очень часто бывает говорю о том, что, знаете, я, конечно, не перфекционист. Ага. Или типа, да, но я просто почему не ощущаю полностью себя перфекционистом? Для меня важно, чтобы дома было чисто, чтобы вещи лежали вот так вот. Но у меня не всегда так. То есть я могу жить и в грязи какое-то время, но я всегда знаю, что это сейчас так, потому что я специально это не делаю, чтобы завтра, например, убраться и увидеть большее до-после, знаешь? Вот у них такого, то есть могу вот так вот. Но при этом, если я вижу пыль на полу, да, вот прям клубок такой, я не смогу пройти мимо, то есть я достану пылесос, я возьму там, если он не заряжен, ещё что-то возьму, руками отнесу. Но, не знаю, всё равно мне всегда кажется, то, что есть люди, вот в моём понимании, больше, более перфекционисты какие-то, не знаю, больше. У тебя, почему ты можешь себя не ощущать прям вот таким уж перфекционистом? Да. Потому что у тебя штали не по телу, то есть у тебя профит 4-6, 4 личность, да, твоя дружелюбная, у которой есть своё комьюнити, да, которая открытая, ко всем хорошо, ко всем вот она расположена, эта видимость, да. Потому что четвёрка хорошо к своим, вот она вот так, вот этот мой, вот этот не мой. Блин, это вообще... Так, ты вот буквально в предыдущем или до этого видос у меня был, я встречалась с девочкой-блогершей, я говорю то, что вот я не могу, либо человек должен быть мой, только тогда я пойду с ним, встречусь, снимем какой-то видос. И если я чувствую, что это не мой человек, вообще никогда в жизни, даже если мне за это деньги предложат, ну, может, за деньги пошла бы, не знаю, типа работа, но я имею в виду, что вот так вот именно подружиться с кем-то, пойти просто попить кофе, что-то делать, никогда не пойду, если чувствую, что не мой человек. Тебе очень важен вот этот момент доверия, да, потому что ты раскрываешься, вот когда есть вот этот момент коннекта и доверия, да, когда ты вот так вот на человека смотришь, и этот человек не мой, а этот человек мой. То есть такая избирательность есть, и это классно, хотя окружающие её видят надменной, то есть те, кто её не знают, думают, какая-то сучка пафосная, но это нифига не так, вообще не так. Это видимость шестых линий, да, окружающие шестую линию вот этого мудреца, видят, как будто бы он вот так задрал нос, но это не так. Просто ты человека не знаешь, и так может казаться, но на самом деле это вообще не так. И четвёрка – это такой лидер в своём сообществе, вот у неё есть сообщество в своих, и она такой прям в нём непререкаемый авторитет. То есть если Юля говорит, все молчат, Юлю слушают, вот так, и это здорово. Ну, я умею что-нибудь рассказать, историю какую-то. Да, слушай, в твоей кастрюльке это там вообще история такая. Да, да, Слава тоже, муж мой, ну, все знаете, тоже мне всегда говорит то, что вот, типа, давай, знаешь, когда у нас какая-то общая история была, где-то были, он говорит, давай ты рассказывай, ты лучше расскажешь. Он всегда говорит то, что он думает, что у меня это ещё от папы, потому что папа тоже офигенные истории рассказывает. Ну, как-то вот и смешно, и интересно, и классно, не знаю, может это тоже у нас как-то перекликается в такие моменты. Да, возможно, у тебя очень сильная такая черта, скажем, влияние своими эмоциями. То есть ты передаёшь вот эти эмоции другим, эмоционально как-то окрашиваешь, интересно. Плюс ты эмоционал, у тебя эмоциональный центр определён, и эмоционалы другим видятся какими-то такими прям супер наполненными. Какими-то вот они прям такими интересными, боже, как с ней интересно. Вот это вот всё. Хотя эмоционалы девочки вообще нелёгкие люди. Я, кстати, не считаю себя лёгким человеком. Мне кажется, ну хотя не знаю. Если твоя бабка критикеса не выходит из своей калитки, там не машет клюкой, тогда ещё более или менее. Но опять же, критика тебе не для того, чтобы ты её направляла на себя и не говорила, какое я чмо, не говорила другим, куда им дойти, если тебя не спросили. Критика тебе для неработающих каких-то паттернов. Вот что-то ты видишь, так, вот эта система не работает, эта штука не работает. И хоп, берёшь и примус вот этот подчиняешь. Но опять же, это из отклика, из отклика. И вот этот канал, критика, он проекторский. Что это значит? Он действует по запросу. Спросили, скажи. Не спросили, сиди, не звезди. Вот так. Если у меня очень часто членки приходят, спрашивают, вот ты знаешь, я, да, я критик, я критикеса, вот чё мне с этим делать? Вот сидят у меня на консультации, вот так вот грустно, грустно вздыхают. Я говорю, поделись с кем-нибудь. Расплетничай. Покритикуй, не с кем поделиться. Хорошо, возьми, запиши себе на диктофон, проговори вот всю критику, которую ты сейчас хочешь выразить, там, я не знаю, по отношению к маме, к молодому человеку, ещё к кому-то, кто тебя не просил, вот эту критику выражать, да, к подруге. Третий вариант, берёшь лист бумаги и записываешь себе это всё, вот прям со всеми эмоциями в красках. Всё, берёшь и записываешь. И всё. И у тебя уже вот этот момент, он схлынет, вот этот острый момент, когда очень хочется вставить свои пять копеек. Ну, ты понимаешь головой, что это, ну, ни к чему не приведёт, да, во-первых, человек может тебя не услышать, во-вторых, вы там поссоритесь, да, и куча-куча различных неприятных ситуаций будет. Как генератор, ну, ты будешь фрустрирован, да, ты не сможешь починить, там, какой-то вот этот паттерн, который не работает. Да, и не будем забывать, что каждый, всегда, да, каждый человек, он, во-первых, из своей формы смотрит на мир, да, вот ты из ворот критика смотришь, да, из вот этих ясновидческих ворот, которые будут говорить, а я говорила, вот. Я из своих ворот провокатора смотрю на мир, да, в солнце личности. И остальные все из своих форм смотрят, и каждый таким образом смотрит своё кино. И вот об этом не нужно забывать, вот. Кроме того, кто мы такие, да, если нас не просили, ну, что-то кому-то рассказывать, поговорить. А чё, у меня какая травма? У тебя травма стыда, потому что тебе постоянно чё-то стыдно. Да, ну, не знаю, наверное. Не ощущаешь такого? Чё тебе стыдно? Ну, знаешь, не, на самом деле я... Даже какие-то мелочи, когда стыдно, мягкие, пока-пы. Я думаю, что я, учитывая, что я критик, как ты говоришь, ну, это правда так, да. Я, ну, и к себе часто очень, ну, так вот, критикую себя тоже, это даже, знаешь, элементарно, вот я понимаю, что я... Ну, короче, это на самом деле замкнутый круг. Это нельзя на себя направлять. Ну, это, да, но над этим надо работать. Ум тебе вот за этим, да. Над этим надо работать. Просто, знаешь, такое вот бывает, я чувствую, что ничего не хочу делать, вот хочу просто тупо сидеть и играть в компьютер, например. И я сижу, играю просто, ну, мне кажется, я просираю время. Я могла бы делать что-то полезное, потому что у меня постоянно... Я должна делать что-то полезное, я должна делать что-то полезное. И когда, по моему мнению, я не делаю что-то полезное, ну, мне как бы стыдно. я думаю, какого хрена, я взрослая баба, ну, типа, почему я не стою там, не делаю то, не пойду не сделаю это, не поеду туда, я сижу просто играю, сидеть, играть, вот я сижу, играю, понимаешь, и проходит неделя, проходит, ну, допустим, 30 дней, иногда да, но я вот тут как-то сидела и не делала, контент просто играла, играла, а ты не думаешь о том, что невозможно постоянно быть продуктивной, да, я это понимаю, вот я неделю сидела тупила, сейчас как бы вот стараюсь, много снимаю, каждый день куда-то что-то хожу, поэтому, в принципе, и я сейчас вот, ну, счастлива, можно сказать, потому что я вспоминаю то, что, да, я повалялась, типа, потупила, но мне нравится, потому что я повалялась, и теперь я чувствую то, что у меня много сил пойти что-то делать, потому что тогда я уже повалялась, и сейчас я поработаю, и потом еще пару дней поваляюсь в духе такого, ну, а почему нет, да, ты вольна делать как ты хочешь, и опять же, у тебя тело, у вас, у генераторов такая штука интересная, что вам дан вот этот, дар, да, ну, прям, божий дар, вот этот отклик, который, ну, стопроцентно он не подводит, плюс ты, когда решение принимаешь, да, ты эмоционал, тебе нельзя ни наверху волны принимать решение, ни внизу волны, почему я говорю нельзя, я использую упрощенные формулировки, чтобы было и зрителям понятно, и тебе понятно, некорректно, да, чтобы потом не пожалеть, да, будь любезна, ждись эмоционального штиля, когда вот эта эмоциональная волна, она у тебя схлынет, да, когда внизу волны тебе нужно что, обнимашки, обнимашки близкого человека, любого там, я не знаю, мамы, мужа, вот, вот кто, кто сейчас, кто сейчас рядом, кто сейчас способен, вот, и опять же, все равно, вот этот внутренний авторитет, он не, ну, как, не сразу, да, ты вот этот момент будешь улавливать, когда у тебя ровное, да, и когда у тебя вот это вот качельки эмоциональные пошли, то есть это нужно все равно отслеживать свои состояния, но как только ты вот это начнешь делать, ты и проводить параллели, ага, я вот это сделала, вот это сделала, ну, ты поймешь, в чем здесь смысл, и правда, особенно по прошествии времени, особенно ретроспективно, если рассуждать, размышлять. И вот для тех людей, которые не понимают себя, не понимают, почему у них так, а не так, или те, кто не понимают своего мужа или маму, то есть, ну, как бы это тоже можно все узнать, почему у вас там, например, кто-то из родных или близких поступает вот так, когда вы, например, всегда поступаете по-другому в этой ситуации, и, ну, не знаю, это, мне кажется, очень важно в наше время, тем более это все можно узнать, можно интересоваться, вот, но для меня эта тема очень много открыла в жизни. Для меня тоже, и я очень много таких людей знаю, что действительно и клиенты, конечно же, приходят, которые говорят, да, да, вот у меня вот так, да, точно, а я думал, что я какой-то не такой, а с тобой-то все так, вот, это очень важно, убедиться человеку, да, что с ним все так, потому что, как правило, у каждого есть какие-то болевые точки, то, что он считает недостатком, то, что, то, за что он себя сжирает, вот у нас любитель сжирать себя сидит, вот, со своей прекрасной, в кавычках, прекрасной реакцией с самосаботажем, который постоянно, так, что со мной не так, особенно внизу волны, когда, вниз эмоциональной волны, когда все вокруг говно, все говно, и я говно, да, да, ой, что со мной не так, а на самом деле с ней все так, посмотрите на нее, прекрасная девушка, умная, красивая, талантливая, работоспособная, ты же так говоришь, потому что ты меня любишь, сейчас начнем, я говорю, я, конечно, кэтра сейчас начнем, ой, ничего, она не талантливая, надо вам сидеть, ладно, убирается только, убирает и собаку моет, да, 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 собака сегодня достала эти комментарии, короче, давай расскажем вообще людям, какие есть типы, типы людей, типы, генетические типы личности по дизайну, Их всего четыре, это манифестор, генератор и манифестирующий генератор, это один и тот же вид, но МГ это подвид генератора, да, есть чистый, есть манифестирующий проектор и рефлектор. Больше всех, больше всего, больше всего генераторов. Вообще, в принципе, мир построен для генераторов, генераторами, это такие творцы нашего мира, Вот, я тебе про это говорила, что типа генераторы, они такие прям, ну это так, ну я где-то услышала, но я не знаю, как к этому относиться, я просто знаю, что если я загадала, хочу сняться в клипе, или типа такое, то меня приглашают в клипе. Это совокупность активаций, плюс твоя интуиция, у тебя интуиция могла чуть-чуть забежать вперед и сказать, так, Юля, тебя скоро пригласят, и ты такая, ну вот такие штуки. Плюс вещи сны, да, действительно, для Юли это нормальная история, вещи сны, поэтому я ей давно советовала записывать, что ей там наснилось. Не-не, я смотрю, но, правда, недавно такой ужас приснился вообще. Ну потом, если будешь в блоге смотреть, то с ума все хорошо. Я рассказывала в подробности. Чуть еще за тобой гонялись. Мне приснилось, что у меня из пупка какая-то кишка вылезла, и она была живая, знаешь, как в каком-то чужой. Что это? Может, это фильм какой-то смотрел? Нет, я тебе говорю, никакой фантастики подобного типа, я думаю, что это за вещи сон, фу, нафиг вообще. Вообще для Юли нормальная эта история, ей могут сниться и покойники, то есть они могут прям к ней приходить во сне, что-то хотеть от нее. Ой, слава богу, нет. Какая-то посторонняя хрень может с ней происходить, и вообще какие-то такие невероятные совпадения в жизни могут быть, и это здорово. Как минимум нужно об этом знать, да, что это нормально, что у меня не дурка, что мне какая-то такая хрень приснилась. Это норма вещей, потому что у нее прям прям прямая связь с космосом, закрытая аджная теменной. Добрый вечер, добрый вечер. Что у нас там было по типам, по генетическим, у нас был генератор. Следующий тип это проектор, их примерно 20%, они пришли сюда как новые руководители, как те, кто направит энергию других людей в нужное русло. Но в отличие от следующего типа, который будем рассматривать, манифестер, у них сила мягкая, она хитренькая, хитрожопенькая такая. Для проекторов. Да, и они могут одним вопросом вообще как-то перевернуть жизнь другого человека, но все там по-хитрому, сейчас не будем углубляться в это. Следующий вид это манифестер, их 8%, такие вожди, короли, такие вот все. Они сильные, независимые, великие начинатели, они могут имитировать любые процессы, а остальные типы их подхватят. Например, те же самые генераторы. Да, я не могу вот так вот, ну типа мне надо, чтобы меня куда-то пригласили, а не я напрашиваюсь, то есть мне ни в коем случае нельзя что-то у кого-то вот так вот выпрашивать. Всегда получу отказ. Неправда. Ну, в смысле? Для того, чтобы генератору откликнуться, тебе другой человек не нужен. Тебе, да, во-первых, можно задавать вопросы, там, пойдешь в кино, да, пойдешь в театр, пойдешь гулять, да, посмотрим фильм. Энергии много, но инициируя бесконечно, генератор ее растрачивает очень быстро. Почему? Потому что он работает не на сакральной энергии, не на энергии сакрала, а на энергии других центров. У тебя только эмоции из других центров, которые центры моторы. Эмоции это такая штука, что очень быстро выдыхается, вот, если ты не работаешь на сакрале, если это не отклик, да. Вот, и естественно, что дальше? Ну, блин, сил нету, все, я буду лежать пластом, вот такая фишка. Да, есть много того, что в жизни нужно сделать, да, но, как бы, мы все не живем в мире розовых пони, да, когда нужно делать только то, что ты хочешь. Типа, знаешь, нет у меня сегодня настроения идти на работу, вот чувствую внутри, что... Отклика нет. Отклика. То есть, понятное дело, что есть какие-то моменты, которые, да, ну, как бы, это, ну, жизнь, это надо, как бы, как иначе, да, там, не знаю, прокормить семью, еще что-то. То есть, понятно дело, что на работу придется пойти, но какие-то другие моменты, уже, да, можно рассматривать. Другое дело, когда ты узнаваешь, что ты генератор, да, что, ага, мне нужно откликаться, ага, я про кайф, а что дальше, как дальше? То есть, это не значит, что ты сейчас возьмешь свою высокооплачиваемую работу, на которой ты ходишь из-за денег, да. Вот придешь и начальнику скажешь, слышь, у меня на тебя нет тот клейка, хоп, и дверь закрыла, и вышла, да, так не бывает, невозможно поменять что-то за один день, да, и это очень странно было бы, да. Другой момент мы про то, что вписывай кайфы в свою жизнь, да, ты вот знаешь, что у тебя есть вот эта стратегия, что у тебя есть вот такой авторитет, пробуй понемногу, тут даже откаты нормально, да. Да, ребят, там, смотри, очень много всего, что надо прорабатывать, вот я там два года назад для себя все это открыла, если там... Чего же ты прорабатываешь? Я много чего прорабатываю, но как минимум я перестала долбиться в закрытые двери. Отлично. Да, потом я стараюсь откликаться, и когда я чувствую, что я куда-то не хочу, я не иду, типа вот так, вот так и так. Ну, то есть я стараюсь какие-то вещи, но, понимаешь, это ты не можешь даже за пару месяцев к этому привыкнуть, потому что это именно как должно войти в привычку. То, что ты должен уже не так что, сначала думаешь там мозгом долго сидишь, мозгами размышляешь, а потом думаешь, подожди, у меня вообще был отклик какой-то или нет? То есть это должно сразу такое есть или нет? И потом уже можно, грубо говоря, посидеть, подумать, допустим, если так хочется. То есть ты в своем эмоциональном авторитете, следуя ему, ты не думаешь, ты дожидаешься эмоциональной ясности, и когда она пришла, получается, да, у тебя решение само. То есть истинный отклик за время, пока ты ждешь, как эмоционал, вот этой эмоциональной ясности, да, там, я не знаю, можно до недели ее ждать. Естественно, отклик не пройдет, он будет с тобой, но зато отвалятся какие-то проекции ума, отвалятся какие-то ненужные моменты, которые ты уже, когда страсти поулеглись, ты такая, угу, я хотела вот это, что, серьезно? Нет, конечно же, мне это не надо. То есть ты не тот, кто способен решение в моменте принимать, и это для тебя будет неправильно, некорректно. Мне же, как обычно, о том, что привычка, да, привычка. На вот этот момент, что-то я хотела сказать сейчас. Просто очень тяжело перестроиться, когда тебя воспитывают, вот как я говорю, как манифестера, а тебе нужно перестроиться уже во взрелом подрасте, быть генератором, потому что ты и есть генератор, и очень тяжело брать какие-то моменты, отключать мозг, да, ну, не то, что совсем, да, имеется в виду, именно, как вот ты чувствуешь положительные коннотации. Да, 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 то есть это тяжело, потому что ты сначала, ну, как так, я что, вообще больная, типа, сейчас вот так вот пойти, сорваться и поехать. Головой-то надо подумать, подожди, а потом думаешь, да я вроде хочу, ну, нет, ладно, типа, слишком вот, слишком 50 на 50 не могу разобраться. То есть именно вот нужно настраиваться, поэтому, как бы, это очень долгая, как мне кажется, большая работа над собой, которая, ну, меня лично привела к тому, что мне намного легче стало жить во многих моментах. Я перестала себя там корить за что-то, типа, ой, я не пошла на это мероприятие. Вот я, например, куда-то не пошла, а моя подруга там пошла на это мероприятие. И я не пошла, потому что я вот именно не чувствовала отклик. И потом я лежу и думаю, блин, наверное, надо было пойти, вот, типа, я не пошла, я плохая. И в итоге потом мне подруга пишет, знаешь, вообще там никого не было, там вообще ничего не было, мы ушли через полчаса. И думаю, господи, как хорошо, что я не пошла краситься, собираться, вот эти вот все какие-то заморочки. В пробке не стоял, и я прям получаю такое удовольствие от того, что я сделала так, как я почувствовала. Это важно, на самом деле важно, чтобы, опять же, вот эту фрустрацию не заработать, потому что, опять же, многие генераторы именно из-за этого зарабатывают в себе депрессию. И прям в карте видно, что есть возможность наступления таких состояний, да. И обычно даже на экспрессах я если вижу, что да, у тебя есть такая хреновина с этой депрессией, пожалуйста, будь к себе внимательнее, пожалуйста, пройди тесты на депресс. И потом, конечно же, я получаю обратную связь, что да, ты знаешь, я вот сейчас прохожу лечение от депрессии. А я хочу к тебе на разбор, можно? Я говорю, так, подожди, мы депрессию не лечим, тебе в твоем случае нужно колесиками депрессию лечить, а потом, конечно же, приходи, потом приходи. Потому что, кстати, вот момент с депрессией, это есть далеко не у всех, но это было у огромного количества людей, великих, которые после себя оставили, ну, просто какие-то шедевры, которые через сотни лет... В сторис тоже. Вообще, нет, классно. И вот еще, кстати, мы с Юлей обсуждали такую тему, то, что вот сейчас, учитывая, что, ну, многие действительно интересуются, я тоже сама это наблюдаю, что многие интересуются этой темой, я там когда что-то говорю, кто-то говорит, ой, а я вот это, а я вот это, у меня такой профиль. И я подумала, потому что, ну, вот, как знаете, мы уже привыкли, что всегда у кого-то спрашиваешь, кто-то по гороскопу, а сейчас уже есть так о тем, что можно спросить, какой у тебя тип, какой у тебя дизайн человека, кто ты по типу, там, не знаю, какой у тебя профиль. То есть такие вещи тоже уже можно узнавать, ну, и спрашивать, и это тоже очень многое может сразу сказать о человеке, особенно если ты это хорошо знаешь. Но, тем не менее, два, например, генератора могут быть безумно разными. Это, например, сравнить двух генераторов, да, это как сравнить, ну, два, например, стеклянных стакана, да, вот этот стакан стеклянный и этот стакан стеклянный, но чем наполнены эти стаканы, да, где они произведены, да, что в них наливали, это всё будет разное. Это правда, но есть же какие-то, скажем так, такие краткие основы, можно так сказать, вот как у генераторов там ложное я, это там вот мозгами, там, да, именно, чтобы... Это фрустрация. Ну, да, 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 вот, короче, какие-то вот такие моменты. Или то, что для генератора очень важно удовлетворение. Да. То есть есть какие-то всё равно общие такие характеристики, которые ты можешь применить, и вот, не знаю, если у тебя друг такой, ты узнаёшь то, что он там расстроился, и ты такой, а, так у тебя же вот это, поэтому ты так. Да, ты фрустрируешь, потому что ты не получаешь свой кайф от жизни, и ты жрёшь много, потому что кайф не получаешь, и добираешь едой. Да, генератор, кстати, подумайте, если вы ощущаете, что вы очень много кушаете и поправились, задайте себе вопрос, просите кого-то из близких задать вопрос, получаю ли я кайф от жизни, что приносит мне кайф, да, но всё равно вы задавайте себе вопрос таким образом, чтобы на него можно было ответить да или нет. Вот так. Типа это приносит тебе удовольствие? Не совсем, смотри, ты берёшь несколько занятий, которые тебя вставляли, вставляют, и ты точно об этом знаешь, да, ты берёшь их себе, помечаешь, и ты спрашиваешь себя, хочу ли я сейчас поиграть в теннис? Нет, сакральные звуки, нет, генераторы буркают, вот таким образом это сакральные звуки. И вот этот момент, прогнав, да, через себя, попросив кого-то из близких себе задать вот эти вопросы, закрытые на да или нет, вы будете лучше понимать себя. И если ты хочешь запутать генератора, спроси его, Юль, ты что будешь, кофе или чай? Я не знаю, не знаю, не знаю. Что я буду? Будешь кофе? Будешь чай? Может быть сок? Вот так вот работает генератор, чтобы лучше себя понимать, потому что с чем сталкиваются генераторы? Я не знаю, что я хочу. И начинается так, мозгами вспоминаешь, так, я сегодня уже пила кофе, то есть вот это вот начинается, а чай, а чай, а чай я могу вечером вообще попить, а что я хочу, вообще не знаю, и начинается вот это, ну да, кстати, это тоже прикольная такая штука. А потом ты съела пол холодильника и все равно не получила то самое удовлетворение. Вопрос, надо было выпить сок. Хочу бы всего лишь просто выпить сок. Да, просто задавать себе вот эту конкретику или кого-то из близких попросить, потому что, ну это то, что генератору нужно, он никогда не знает, что он хочет. А что делать, вот если приходишь в холодильник, и такой, блин, хочу что-нибудь пожрать, но не знаю, что. Знаешь, ты говоришь, что же я хочу. Расш, давай себе вопрос. Ты видишь в холодильнике, вот у тебя колбаса там лежит, еще что-то. Колбаса, хочешь колбасу? М-м-м. Блин, вообще клетка, да, вообще. Хочу, например, там, не знаю. Если у тебя уже ты весь холодильник вот этими вопросами прогнала, да-да-да, тоже, ты можешь как сделать, да, открыть, например, какой-то сайт с картинками еды, и ты можешь на какое-то блюдо откликнуться. Вот. Ну да, это такое, знаешь, как бывает рекламу, смотришь там какие-нибудь чипсы. Да. А-а-а, не могу, хочу эти чипсы просто. Да, да. Да, вот так это работает у генераторов. То есть не знаешь, что ты хочешь, прям уже весь извелся, ну что-то я хочу сожрать. Съел пол холодильника, все равно не получил удовольствия, удовлетворения. Во-первых, нужно крепко задуматься над тем, идешь ли ты за откликом, да, вообще в принципе, да, откликаешься ли ты на то, что ты можешь делать, я имею в виду, работа какая-то, да, какие-то дела, то есть это не еда, да. И если ты вот этот момент чувствуешь, если вот этот момент видишь, то ты уже будешь видеть, почему ты переедаешь, например. Да, чтобы добрать кайфу, я хочу кайфы, я обжираюсь, потому что у меня в жизни нет кайфа того самого. Короче, очень много всего ребят. Есть еще манифестеры, которые обжираются. Есть еще те, кто... Да, есть все, кто, мне кажется, обжираются. Да, нет, есть люди с определенной природной реакцией, которые обжираются. А есть те, которые наоборот не едят. Да, есть и такие, но в основном едой добирают кайф, добирают какую-то защиту и так далее. То есть разные типы, люди с разными активациями, они вот этот момент таким образом могут реализовывать. Поэтому в жизни важно чувствовать себя защищенным и кайфовать, чтобы похудеть. Защищенным это тебе. Ты и так себя чувствуешь достаточно защищенным. У тебя закрытая селезенка, которая себя чувствует в безопасности, в общем-то, в любой ситуации. То есть это не значит, что ты в ТЦ не заблудишься. Ты заблудишься. Но ты будешь все равно чувствовать себя в безопасности. И это не из ума, какое-то внутреннее будет чувство вот это. И другим с тобой тоже будет безопасно. То есть Юля знает. Вот Юле можно довериться. Какое-то с ней рядом тепло, с ней рядом хорошо. Но помимо того, что ты генератор, такой человек солнышко с вот этой аурой, которая так обнимает тебя. И прям так спокойно, так хорошо с тобой. Не манифестор, который вот так вот отталкивает тебя. Например, да, и не проектор, который берет тебя вот так вот в позвоночник и пересчитывает без твоей, без твоего разрешения, без твоего запроса. Да, бывают такие люди. Действительно так. И помимо вот этого всего прочего, да, у тебя свое собственное чувство безопасности, которым ты можешь делиться с другими. С теми, у кого открытая селезенка. И это классно. Открытая селезенка, это, конечно, да. Ну, да. Но селезенка всегда беспокоится. То есть она такая вот. У нее там все страхи вот эти внутри. Вот. И у тебя тоже тут есть немножко страхов. И как вообще со страхами селезенки быть с ними, как бороться в них, нужно пойти. Вот так. Это типа как выйти из зоны комфорта или чего? Ну, принцип ты поняла правильно, да. Да, тоже. Что будет, если я проеду селезенка? Вчера я обсуждала. Тоже говорю, что вот у меня есть там какие-то комплексы в духе, знаешь, того, что я плохо танцую, например. Вроде как дома я могу потанцевать сама с собой, но вот на какой-то там дискотеке, да, я никогда не буду вот как-то прям, ну вот, знаешь, не буду чувствовать себя свободной, что... И мне всегда будет казаться, что на меня все смотрят, что я делаю что-то нелепо, что я делаю некрасиво. То есть вот такие моменты. Вот она травма стыда у нас сейчас вылезла. А, про которую мы говорили с собой. А, я еще думаю, типа, что я стыжусь? Ну, типа, если я ленюсь, я стыжусь. Ну да, кстати, реально. Вот, несмотря на... Вот это тоже, знаешь, сегодня у меня такой видосик вышел. Причем ситуация-то вполне редавая, да, чтобы вы понимали, как работает травма стыда. Это в Марсе, в красном Марсе, в левом столбике у себя, в бодиграфе, можете посмотреть. После точки цифра 3, красный Марс, цифра 3, травма стыда. Как она работает? Ты берешь какую-то свою, как тебе кажется, какую-то особенность, которую все видят, и сейчас они тебя начнут осуждать, обсуждать. Ты ее берешь, и настолько ты ее раздуваешь, а другие вообще не замечают. Они видят вообще все по-другому. Да, ты настолько раздуваешь. Это только я переживаю, что на меня все смотрят, а всем вообще пофиг на меня, реально. Так всегда, мне кажется. Более того, они видят, что ты это делаешь красиво, что им нравится это, вот, и не видят ничего такого страшного. А ты все уже, ты вся сжалась вот так вот в комок, и все, и потому что вот эта травма стыда, она так и работает. То есть какая-то даже, если у вас, я не знаю, на платье какое-то там что-то, пятнышко, просто вот меньше спичечной головки, да, с игольной ушко, вы будете сидеть и грузиться на эту тему очень-очень долго. А другим вообще, во-первых, наплевать, да, всем наплевать, это точно. Да, 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 реально. Все, все хотят видеть только себя, и видят только себя, и заморачиваются только про себя, да, в социуме на самом деле. А ты, видя вот это пятнышко, все, ты уже что-то только не делала, ты уже сумку его закрыла, там все все красивые, чистенькие, не то что нет. Да, 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 уже себя сожрала за то, что свинья и так далее, да, а ты вообще здесь не виновата. Ну, вот так работает травма стыда. Самосаботаж это что, типа? Когда, вот смотри, на эту травму кто-то наступает, когда ты испытываешь какой-то стыд, какой-то триггер, пошел стыд, и что ты делаешь в природной реакции вот этой на стресс? Ты берешь и копаешь себя. Это только я могла так, ну, ё-моё, что все нормальные, я какая-то звезданутая, ну, что у меня вот так, вот, что со мной не так, почему я вот так? И начинаешь вот это себя растапывать, да, 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 и у нее вот это варится вот в ее кастрюльке вот в этой аджине, в теменном, и все, и все. И пока, например, не случится отклик, или пока там она не поспит, например, у нее вот так вот эта фигня и будет. И потом еще в прошлое может так, хоп, возвращаться. Блин, мне в прошлый раз было вот за это стыдно. Блин, мне в прошлый раз вот это было вот стыдно. И вот она вернется, все, все ничего не помнят, всем наплевать. А Юля вернулась и по-прежнему переживает, как что, она не ответила, а попрощиться в пятерочку. В общем, мы сейчас с Юлей болтаем про эстетику, то, что у меня в карте там тоже стоит такая тема, что для меня важно, чтобы красиво все было. Ну, это правда. И вот, например, то, что я себе сделала виниры, губы, реснички, там, постоянно крашусь, то есть я не люблю снимать себя там без макияжа. Мне хочется, чтобы всегда все видели, что я, ну, и мне хочется быть, да, ухоженной, красивой, чистенькой. То есть, ну, для меня это всегда вот такое вот, чтобы не было никаких там таких вот изъянов. И это тоже, ну, знаешь, иногда, иногда можно подумать, что это какие-то вот у меня психологические проблемы, что со мной что-то когда-то случилось. Ну, вот сейчас мы тоже это обсуждаем, и на самом деле не всегда обязательно, что это должна быть какая-то психологическая травма, знаешь, в духе вот. Это просто может стоять у вас такое, что вы именно так любите. Вы любите, когда все вот так вот чистенько, красивенько по полочкам, вы любите, чтобы, ну, не знаю, вот я люблю красивые там, не знаю, белые зубы, от которых я всегда мечтала. У меня всегда они были, ну, не очень, да, и я от этого жутко страдала. И когда я сделала себе зубы, я, ну, вот прям почувствовала, что вау, я вот просто, ну, вот действительно стала счастлива вот от этого. Потому что моя мечта сбылась, и я выгляжу, ну, как я смотрю на себя в зеркало, мне нравится, как я выгляжу. Мне нравится смотреть на себя на видео, когда у меня там красивая улыбка, да, о которой я мечтала. То есть для меня, ну, реально важна вот эта эстетика. То есть это реально вот сейчас мы обсуждаем, я понимаю, что это не всегда обязательно должна быть какая-то психологическая проблема, травма, то есть, ну, такое, что... Я не помню, чтобы меня как-то сильно кто-то когда-то травил по поводу моих зубов. Ну, реально, никто так не травил, а больше просто мне самой хотелось. Вот насчет эстетики хочу добавить, что такие девушки, у которых есть активации именно про эстетику в карте, они выбирают и мужчин тоже соответствующих, да. Посмотрим все на Славу, которого выбрала Юля, да. Он, правда, привлекательный мужчина, молодой человек, очень красивый. Да, и я это прям иногда понимаю то, что, блин, нифига мне. Но она его выбрала не за красоту, нет, просто у нее внутри есть какая-то такая штука, которая... Какой-то вот такой пазлик, да, который свою половинку пазлика вот так берет и прицепляет к себе, да. И понятно, что люди не притягиваются только внешностью, да, если... Конечно, внешность это первое впечатление. Да. А потом, как бы, если человек не очень, там, еще что-то, конечно, ты не будешь. Ну, если мы берем две карты, да, то мы сразу видим, где вот эти магнитики, где вы притянулись, да, где, в каком канале, на какой почве вы вообще сошлись, на чем. То есть мы вот эти вот ниточки видим сразу. И вот этот композит, рассматривая, видно пару, да, когда я говорю композит, это пара, два бодиграфа, две карты. И мы их вместе складываем, у нас получается, во-первых, нечто третье, да, они всегда образуют нечто третье, какую-то новую энергию, образуют новые каналы, новые центры и так далее. И видно от момента притяжения до момента возникновения конфликтных ситуаций. То есть видно, где у людей будут пикировки, да, и видно, где они на чем притянулись. И даже можно примерно спрогнозировать, будут ли они вместе дальше или нет. Вот что интересно. То есть я в этот момент для себя вывожу, как бы, и делаю выводы. Ты такие разборы тоже делаешь, да? Да. Слышали, ребята, что есть кому интересно, это, знаешь, совместимость гороскопа, все смотрят. Но я бы не назвала все же это совместимостью. Почему? И почему не рекомендовала бы, например, выбирать человека по дизайну себе? Почему? Потому что мы не знаем, как человек проживает свою жизнь, во-первых, да. Мы не знаем, кем и чем он обусловлен в своих открытых центрах, да. Мы этот момент не знаем. И самое важное, да, то есть на энергетическом уровне он может тебе не подходить. То есть ты его просто видишь, ты понимаешь, что нет, это не мой человек. Нет, нет. Он тебе даже внешне может не понравиться. Ну, это скорее, наверное, прикольно сделать, когда вы уже в отношениях, интересно просто посмотреть, над чем можно поработать, где можно улучшить какие-то моменты. Как понять. Понимания, да. Но так, да, конечно, потому что действительно ведь очень многие люди, для них эта информация закрыта. Просто потому что они сами к ней либо не готовы, либо не принимают эту информацию. Ведь многие проживают, ну, не по своему вот этому дизайну, свою жизнь. Все верно. И некоторые просто, ну, вот у меня есть знакомая, которая рассказала, что у нее там кто-то, не знаю, только ближе к 45 годам узнал об этом и понял, что вот почему у него все в жизни было вот так, а не вот так. То есть это реально. Я вот когда узнала, я всем своим пыталась рассказать, объясни, скажи время рождения, скажи, да, то сейчас мы посмотрим, сейчас мы почитаем, сейчас мы про тебя посмотрим. И это действительно очень любопытно. И всегда, когда такую информацию получаешь, которая, ну, вот как по моему мнению, да, Юля тоже, ну, это очень важные такие знания крутые, которые можно в жизни использовать так, что улучшить реальность свою жизнь. И всегда хочется помочь всем своим близким, всех своих родных. Посмотри, на 19-й воротике зашли в чат, всем рассказать, вот, у тебя может быть вот так, давай сейчас мы с тобой посмотрим, проработаем, давай узнаем. Поэтому, да, конечно, хочется всегда всем как-то помочь. Помоги, ратор, который не инициирует, да, откликается. Да, да, да. Ну, да. Ну, а что поделать, понимаешь? Понятно, что это все, да, не сразу приходит, да, не сразу ты перестаешь, например, причинять добро. Потому что, как только несколько таких ситуаций прошло, ты уже начинаешь понимать, угу, что-то я чувствую фрустрацию после того, как я вот причинила добро, и вроде как человеку-то нормально. Но что-то, почему же я так фрустрирована? Ну, во-первых, ничего взамен, да, потому что должен быть всегда обмен энергиями, всегда должен. А во-вторых, у тебя не было отклика, а в-третьих, человеку вообще это могло быть не надо, и он в своей, там, какой-то травме, да, как говорят, люди выбирают друг друга из своих травм и так далее. Вот, и может быть масса-масса вариаций, но тебе же важно ты, да, а ты фрустрирована, что пошло не так. Так, вот здесь нам как раз пригодится ум, чтобы проанализировать, проанализировать, потому что ум нам нужен как аналитик, который в состоянии сложить 2,2, да. Не тот, который рулит постоянно в жизни и вот что-то там, он нужен, чтобы сказать, так, не ссать, сложить 2,2, проанализировать прошлый опыт и внедрить какую-то пользу, например, в жизнь, да. Масса еще функций у ума, но он не водитель нашего тела, он должен быть все же пассажиром и наблюдающим, вот к этому мы всегда идем в эксперименте с дизайном, да, чтобы ум посадить рядышком, чтобы он не рулил, потому что когда рулит ум, постоянно ты вот в эту фрустрацию втыкаешься. Я как проектор втыкаюсь в горечь, вот, рефлектор разочаровывается, манифест разлится просто, вот, и у него вырастают рога. Ну и, и что? Вот чем мне причина попробовать, да? Я всегда говорю, что ты теряешь? Ничего. Есть еще генетический тип, который называется рефлектор, это очень-очень редкий тип, их от 1 до 2 процентов. В мире это такие феечки Винкс, это свежие молодые души, которые первый раз пришли в этот мир, первый раз живут. И подпись рефлектора удивления, он приходит сюда за вот этим чудом, за удивлением, и это чистые люди с душой ребенка, которые, которых любят дети, которым, животные, которым бегут, просто такие белоснежки. Белоснежка, вот она пришла на поляну, и все к ней, вот это вот все, а рефлектор такой, нифига себе, как это интересно. И вот этот человек пришел не для того, чтобы пытаться быть генератором, не для того, чтобы быть манифестером, не для того, чтобы быть проектором, а для того, чтобы быть собой. И рефлектору хорошо только на его месте. У меня есть несколько рефлекторов, которые у меня были на консультациях, и это всегда очень интересно. Конечно, рефлекторы очень необычные, и если в вашем окружении есть рефлекторы, дружите с ними. Поверьте, от этого просто невероятное количество плюшек. Клево! Да. Интересно. Очень интересные люди, правда. И во всех генетических типах есть вот это, ну какое-то такое, не знаю, ну что-то такое необычное, да. В любом человеке вот это есть уникальность, когда ты на него смотришь, нифига себе, вот это да, у тебя вот это есть, как круто. И именно поэтому, наверное, я никогда не устану вас разбирать, потому что каждый раз это удивление всегда. Я удивляюсь, когда, ну что-то человек какие-то инсайты для себя открывает, да, вроде, ну как бы, ну что ты делаешь, да, вот это все человеку рассказывая, показывая, какие-то примеры, какие-то домашние задания даешь, да. И потом человек тебе пишет, ты знаешь, а я-то думала вот это, вот это, а у меня же вот это, боже, боже. Особенно генераторы, особенно МГшки, которые мне пишут, боже мой, нифига себе, да у меня же просто вот это. Господи, я с этим всю жизнь жила и так далее. И я говорю, ну ты же моя хорошая, теперь ты знаешь, теперь ты все знаешь. Нет, это реально здорово. Вообще, кстати, так интересно, какие домашние задания ты даешь. Каждому разные. Ну это понятно, просто даже интересно, какого типа они могут быть. Генератору, если тебя интересует для генератора, это когда генератор фрустрированный, он в основном так и приходит, очень часто, потому что большое количество генераторов именно так жизнь свою проживает. Во фрустрации, не знаю, что я хочу, не знаю, куда мне податься и вообще вот это вот все. И тыкаются куда угодно, пытаются инициировать. В общем, я говорю генератору, что ты про кайф, ты про кайф от процесса. Тебе важно найти свой процесс, тебе важно то, что тебя вставляет найти. А в будущем, возможно, ты сделаешь свою работу, это было бы круто. Тебе важно начать откликаться. Понятно, что тебе может быть там страшно, будь любезен. Если ты хочешь, чтобы у тебя было поменьше вот этой фрустрации, да, ты же хочешь, откликайся. Вписывай в свою жизнь кайфы. И прямо вот самое первое домашнее задание я даю генератору. Я говорю, запиши себе 20 дел, которые тебя вставляют. Не из ума, а из тела. И 20 дел, которые тебя совершенно не вставляют. И ты даже подумав об этом, уже чувствуешь, что энергия у тебя ушла, и все. Попробуй их делегировать. Не стесняйся просить помощи. Пробуй делегировать. Тебя бесит мыть посуду, посудомоечная машина и так далее. Бесит уборка? Попробуй. Попробуй делегировать. Ну, может быть, денег нет у человека. Да, и когда мы сразу с людьми, которые приходят на разборы, да, вот, идя от запроса, который есть у человека, мы изыскиваем ресурсы. Что у тебя есть сейчас для того, чтобы то-то, то-то сделать, то, что ты, как бы, хочешь, да? Мы не говорим про цели у генераторов, потому что, ну, это очень странно. Генератор не про цели. Он именно про вот этот кайф, про процесс сейчас. Про то, что сейчас я не знаю, на что ты откликнешься через год. Вот, кстати, мне вот одна знакомая тоже сказала, чтобы я не писала себе цели. Потому что я, знаешь, посмотрела, я люблю какую-нибудь фигню посмотреть и думаю, что, ой, это и ко мне тоже относится. Ну, это и бред, конечно, но я тоже над этим работаю, типа, каких-нибудь астрологов, знаешь, посмотрю, думаю, ой, это ко мне тоже относится. В общем, я смотрела какой-то тоже прогноз, что-то там нумерологи, что-то астрологи, они сказали, типа, вот, напишите себе 100 целей. Я села и писать 100 целей. Типа, ну, они даже такие, как цели, планы, типа, такого. Потом я об этом рассказала своей знакомой, она меня, можно сказать, за это наругала. Говорит, какие цели? Просто она знает то, что я генератор, она тоже все эти темы интересуется, она говорит, не делай так, зачем ты так делаешь? Не надо. Просто вот у тебя есть какие-то, ну, вот, она меня даже бывает ругает, когда я говорю, вот, у меня такие планы, такие планы построила вообще. А у меня в итоге все, там рухнуло, еще одна шестая линия, конечно. Да, то есть, мне нельзя то же самое, что вот эти вот цели. Я понимаю, что каждый раз, когда я чего-то очень сильно хочу, именно это я не получу. Как только я вот просто чуть-чуть захотела, забыла, все, отпустила, пошла дальше жить, гулять, ко мне обязательно это придет, и еще там круче, чем я себе загадывала. То есть, вот нужно учиться, скажем так, работать с какими-то импульсами, откликами своего тела, своей души, я не знаю. То есть, это, мне кажется, если это познать очень круто, то можно вообще, не знаю. Это кажется сложным, да, потому что, как любая система, дизайн и просто сложно одновременно. И это кажется, да, ну, как, какой-то, что-то у меня какой-то отклик у тела, еще где-где отклик там, вот, вот здесь, он внизу живота у тебя. Вот, и кажется, что что-то сложно, что-то как-то заморочено, ну, не буду этим, короче, интересоваться. А на самом деле, да, послушав раз, послушав два, попробовав, да, какое-то время понаблюдав за собой, это будет очень легко. Легко и естественно, вот что самое интересное, да, то есть, когда ты свой дизайн узнаешь, это всегда как встреча со старым другом, я всегда вот так это сравниваю, потому что, ааа, нифига себе, да, такой. И такое ощущение в душе, с одной стороны, тебя взрывает, потому что ты, ну, какие-то моменты пытался там что-то прорабатывать, да, что-то там какое-то, типа, ты учился, самосовершенствовался, типа, и так далее. А прорабатывать не надо было, например, да, и ты, повернув избушку к себе лесом, да, какую-то даже, казалось бы, неприглядную активацию, да, повернув ее к себе лесом, вот критика, да, как это выглядит, ну, бабка критик Кеса сейчас, она придет и будет всем рассказывать, да, нифига, это дар у тебя, да, прям критика от Бога. И если это правильно использовать, это правда круто. То есть, вот так можно все активации, используя, ну, они не просто так, да, вот все в карте не просто так, все единое ансамбль. Какой-то, да, играет, вот одну мелодию это все играет. И используя это, понимая, что сейчас работает, ты можешь проще, да, с чем-то бороться, с тем, что прям реально тебе мешает, да, это могут быть травмы и реакции, например. Они такую толику могут вносить вот этого раздраива общего в карту. Но, в общем и целом, дизайн, это очень естественно, очень, я бы сказала, помогает, помогает понимать себя и возвращаться к себе, да, то есть, как, я не знаю, как в город детства вернуться, вот что-то в этом духе, да, но это исключительно в положительной тенотации. То есть, прям, прям к себе, прям вот себя ты проживаешь, да. Не успешный успех, который транслируется нам, да, бесконечно. Не какие-то вот эти вот всякие штуки социально одобряемые. Да. А это важно сейчас. Вообще, ребят, очень важно проживать свою жизнь. Именно свою, да. Не мамину, не там подружке какой-то, которая где-то там что-то и как-то. То есть, важно именно проживать свою жизнь. Если кому-то кажется, что ваша жизнь там не такая еще какая-то или что-то с ней не так идеально, как там кому-то кажется, это не важно все, потому что вы проживаете свою жизнь. Поэтому мне, я, конечно, все равно читаю, бывают комментарии какие-то, то, что вот, я там то не делаю, то не делаю, а кто-то другой делает это, а я типа тоже должна это делать. Но поскольку я знаю какие-то вот такие моменты, что каждый проживает свою жизнь, и моя жизнь именно такая, какая она есть, потому что это моя жизнь, а не кого-то там другого. Все, что происходит у меня, это происходит у меня. Если я там куда-то не еду, где-то там не появляюсь, значит, вот такая у меня судьба, такая моя жизнь. Я не должна там появляться и куда-то ехать. Таково мое желание. Да. Поняли? Поэтому, да, когда узнаешь такие вещи, реально, жизнь становится намного легче, проще. Ты начинаешь даже больше любить себя, понимать себя, принимать себя, потому что перестаешь ругать себя за какие-то моменты. Типа, знаешь, как вот я куда-то не поехала на мероприятие, раньше я ругала себя, то, что вот я ленивый, вот. А сейчас я такая, типа, ну у меня не было отклика. Я знаю, что я туда приеду, там ничего не будет. То есть у меня, знаешь, даже как бы глупо не звучало, нашлась какая-то реально правдивая отговорка не ехать куда-то. Это правда. Я понимаю, что это действительно зачем, если как бы я чувствую, что я там ничего классного не поймаю, не словлю, и все. Это правда, дизайн такую некую индульгенцию дает, да, к тому, что ты в себе не хочешь признавать, да, например, то, что тебе в себе не нравится. Ты не знаешь, что это плохое качество, нет, просто тебе не нравится, не нравится твоему уму. А дизайн тебе говорит, да, ты такой, да, и это нормально для тебя. Да, будь таким, да, окей, да, это нормально для тебя. И ты такой, да, нормально, да, точно, точно нормально. ну хорошо, кто-то разрешил никуда не идти, ой, класс, но мне это помогло реально очень, стать легче. Ты знаешь, это очень многим помогает и лишний раз подтверждает эффективность этой системы, это не самоубеждение, чтобы вы понимали, это не об этом совершенно, это о том, что у тебя есть, что в твоем рюкзачке, чем ты наполнен, как с этим работать, как с этим вообще жить, куда это девать, да, потому что когда ко мне приходят и говорят, куда мне девать критика, как мне быть проще, а что пришло, куда мне девать агрессию, потому что я на всех ору, мы, конечно, это все разбираем и говорим, куда тебе девать, зачем это тебе дано, как вообще с этим быть, как не переубивать там всех, кто у тебя домашний, да, как не перессориться с любимыми людьми, это тоже все важно и, разумеется, с этим всем тоже дизайн работает, это не значит, что мы это что-то там прорабатываем, нет, но мы всегда определяем, куда это можно направить так, чтобы тебе еще было от этого хорошо, то есть условно, например, как это можно, какой пример, да, привести, например, есть среди природных реакций агрессия, я недавно ее разбирала у себя в сториз, агрессия, что это такое, ты агрессируешь в ответ на стресс, ты можешь на кого-нибудь наорать, можешь треснуть, что это хорошо, что хорошего-то, ничего хорошего, да, хорошо, ты получаешь стресс, ты забиваешь эту агрессию, ты молчишь, что, как вот этот чайник, да, все, куда это путь, в психосоматику это путь, куда девать агрессию, перенаправить, например, помнить, что агрессия это еще энергия, топливо, что это такая штука, на которой ты как на ракете летишь, и вот эти планы, когда тебе кто-то говорит, о, ну ладно, у тебя это не получится, это не для тебя, ты такой, не для меня, я тебе сейчас покажу, но только ты его не бьешь при этом, да, а свою агрессию направляешь в какое-то дело, в какую-то реализацию, в какую-то штуку, которая в будущем тебе поможет, то есть это такой азарт, раш и так далее, да, ну еще много я могу рассказывать про агрессию, там, ну как бы не все так просто, да, это я очень так сжато рассказываю. Да, у нас уже два часа, наверное, ну это я так сжато. Сжато, ну про агрессию сжато, ну невозможно председательно рассказать за пять минут. Да, это понятно, это безумно правда интересно. Таково вообще просто целая вселенная. Это правда. Целая вселенная и просто, вот, мне кажется, его изучать можно бесконечно. И болтать об этом можно тоже бесконечно, но я боюсь, что не все вы сможете выдержать сильно долг, поэтому, наверное, будем эту тему прикрывать. Что я хотела сказать, что я очень рада, что ты этим так сильно занялась, ну как бы изучила все, и мне прикольно, что я могу к тебе всегда обратиться, какие-то такие вещи спросить, потому что, не знаю, я обожаю, у меня в окружении не очень много людей, которые к этому так серьезно относятся, верят в это, и, ну, действительно, относятся к этому как к какому-то очень полезному инструменту. То есть, что они только нормальные люди, да? Да, 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 меня окружают. Только нормальные. Меня окружают люди, которые говорят, ой, да это все фигня, ой, да это все фигня. Но хотя есть люди, которые этим интересуются, но вот так вот классно об этом поговорить, обсудить, я могу только с тобой, мне кажется, вот из таких близких людей, поэтому это очень здорово, вот, и я очень рада, что ты и в сторис тоже ведешь такие всякие разборчики, любопытно смотреть, правда. Так что, ребята, тоже обязательно подпишитесь на Юлю, посмотрите такие штучки, она вставляет, еще телеграмм ее скину, она и туда тоже постит, да? Да, да, обязательно. Вот, если кому-то интересно стало то, о чем Юля сегодня рассказывает, вообще вся эта тема интересует, и вы как-то, не знаю, загорелись, хотите что-то узнать, то тоже можете обратиться к Юле, написать, и вы уже услышите, она очень много вам расскажет, и я думаю, что вы останетесь довольны. Да? Скорее всего. Да, ну нет, это стопудово. В любом случае, это такая классная информация, я не знаю, как тут можно, тут даже те люди, которые в это не верят, они все равно с интересом слушают. Очень много пишут девчонки с экспресс-разборов, и говорят, что, слушай, я думала, это какая-то фигня, как это так возможно, а? Скажи мне, это как ты это делаешь? Это что-то как-то магия? Это не, вот я просто понимаю, что ко мне же это пришло именно тогда, когда пришло, а не раньше или не позже, то есть, по сути, сейчас я могла сказать, типа, блин, Юль, ты какой-то вот странной фигнёй занимаешься. Типа, о чём это, ну, типа, глупости какие-то рассказываешь, ну, да, я и так знаю, что я там критик, ещё что-то, ну, то есть, я могла к этому так относиться, но поскольку я сама это всё изучала, смотрела, интересовалась и проработала какие-то моменты, и прожила их, то есть, я поняла уже, ну, сколько, два года, да, я всем этим, ну, конечно, я стараюсь пока проработать те знания, которые я получила тогда, ну, применить, скажем так, привыкнуть именно думать, там, не знаю, поступать так или не так, вот, но я уже могу сказать, что действительно жизнь изменилась, я думаю, что чем дальше, тем лучше, поэтому мне кажется, чем раньше ты узнаёшь такие вещи про себя... Надо в роддоме инструкцию выдавать, вот это сразу карта в роддоме, я считаю, что это прям очень классно, потому что реально есть люди, которые узнают об этом уже, знаешь, ну, не то, что там, к закату своей, там, ну, это, конечно, так громко сказать, не очень красиво, но, в общем, просто узнают это далеко не в молодости, когда уже понимают то, что уже, ну, вся такая вот жизнь, скажем так, когда ты там только встречаешься, ну, вот какое-то такое вот именно активное, не знаю, что-то, оно уже где-то там, и ты понимаешь то, что ты мог свою жизнь прожить, ну, так, как ты должен был её, может быть, прожить, знаешь, а не так, как вот тебе там кто-то говорил, кто-то указывал, показывал, и ты понимаешь, почему ты несчастлив вот в свои, там, я не знаю, сколько лет, почему вот так, и это, я не представляю, как это, на самом деле, жутко, не знаю, или вольно осознать в какой-то момент, что ты в своей жизни всё это время делал что-то не так, и поэтому ты находишься именно там, где находишься. А не там, где я должен был быть, да, и где ты мог бы быть гораздо счастливее, чем сейчас. Да, дизайн об этом тоже, да, да, и у каждого типа есть базовые потребности, которые, если не закрыты, то уже человек чувствует либо недостатка энергии, либо всякие другие неприятные штуки, но, опять же, мы с тобой ограничены временными рамками, чтобы об этом сейчас так долго растекаться мысли по древу. Тебе надо открывать канал, стопудово вообще. Я не готова. Не хватит меня, ну, ладно, да, да, но все равно это очень круто, это очень интересно. Вот, поэтому, ребят, кому стало интересно, можете просто сами, да, можно и самим посмотреть какие-то базовые, массовые информации, действительно, вещи. На ютубе в том числе есть информация. Можете для начала посмотреть сами, а потом, если что-то не поймёте, всегда можно обратиться к квалифицированному специалисту. Да, всё верно, причём и специалиста тоже каждый выбирает, из своей формы. Да, потому что каждый, кто, кому отвлекается, тоже как-то по-разному, какие-то тоже, да, да, кому что близко, плюс генераторы вы вообще можете по отклику это делать. Есть у вас отклик на этого специалиста или нет, это очень удобно, да. Проекторам надо всё-всё-всё-всё-всё изучить, манифестеры говорят, что отвалите от меня все, вот, рефлекторы, да, а, это интересно, интересно, да, вам надо попробовать. Ну, и так далее. Так что вот, ребят, спасибо большое, Юль, классно поболтали. Взаимно. Надеюсь, что вам было интересно, но мне кажется, это было жутко интересно. Если есть вопросы какие-то, возможно, по этой теме, пишите в комментариях, и я обязательно попробую ответить вам, постараюсь. Да, обязательно пишите. В рамках дизайна. Да-да, пишите, и вообще напишите тоже, какой у вас дизайн, то тоже будет интересный тип. Да, кого больше. Да, ну, в принципе, мы так знаем, но вдруг... В общем, спасибо большое всем за просмотр, на этом видео заканчивается, потому что оно было и так очень долгое, интересное, но вот такое настроение сегодня было. Вот, я генератор, извините. Сегодня было у меня такое вот настроение, желание, отклик. Вчера, кстати, вот, да? Что? Я спонтанно тебе написала, ты занята? Вот просто что-то мне пришло, стукнуло в голову. Я говорю, ты занята завтра, что ты делаешь? Ты такой, нет, типа, вообще, свободно, давай, типа, что? Я говорю, я к тебе приеду, давай, это снимай, давай рассказывай. Вот, видите? Вот, обратите внимание, да, генератор, когда к нему пришел отклик, ну, просто откуда-то, да, вот, как бомба у него. Да, пришел, и генератор что берет и делает? Он берет и аккуратненько приглашает проектора. Инициирует ли он? Вопрос, но проектор говорит, а, давай, круто. Вот такая штука интересная. Тут есть над чем подумать. Но у меня все корректно. Вот меня пригласили, и я здесь. У Юли тоже все корректно. Вот, опять же, это если, ну, там, какой-то прям совсем такой энциклопедический, да, если какие-то вот эти все. Вот, но, опять же, кто нам запрещал немножечко еретизма добавлять сюда, да? Так что, ребята, спасибо большое, что смотрели это видео. Будьте счастливы, здоровы. Подписывайтесь на Юлю, на меня подписывайтесь. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok